Ну что ж, добрый день, дорогие друзья, и да, это обзор на нашумевший The Forest. Поехали! В самом начале игры вы летите в самолёте, довольно хорошо сделанном, со своим сынишкой, причём вы одни в нём, я не понимаю, какого чёрта. Ну, и так начинается игра каждый раз. Первый раз это очень удивительно, круто, но потом это быстро наедает. Вот, сейчас оторвётся вторая часть, вот она оторвалась. Ваш сын постепенно накаляется его головами при выпадении. Вот, видит вес. Всё. Можно сказать, начало игры, вот простейшая кат-сцена ещё одна. То есть, она идёт несколько секунд, и ваш сын лежит с кровью на голове. Его ворует Джейсон Стрихо. Вот, сейчас мы очнёмся, и рекомендации для вас, то что, ну, да, руки, руки персонажа, его тело постоянно нам показываются. То есть, если на вас много крови идёт, и индейцев, то вы должны отмыться, иначе опять без заржения. Ну, в общем-то, вы сейчас хавайте, собирайте всё, что есть в этом самолёте, потому что сюда потом варианта залезть не будет. В нормальной версии, но я вам сейчас покажу, что значит залазить в самолёт в The Forest при альфа-версии 001. Вынем топорик. Из этой особой... Так. Друзья, всё забрал. Ну, вот. Десант. Вот, смотрите. То есть, больше в самолёт залезть не вариант никак, то есть, вот, она, во-первых, лежит на прозрачном полу, но это не совсем пока что важно. А здесь мы тоже забраться не можем, то есть, вот, да, бага здесь просто невероятное море, и можно сделать, как бы, задний вход самолёта, вот. Вот такие раз, типа, о, а я здесь. Ну, собственно, всё это The Forest. Также у нас есть счётчик энергии, питания, температуры, брони и здоровья. Единственное, что мне нравится в этой игре, это рубка леса, потому что рубится он довольно реалистично. Ну, если камеру, конечно же, под определённым углом вставить. Ну, всё это альфа. То есть, здесь нечего даже говорить. В игре вас будет постоянно заёбывать вечное клацанье на мышку, которая поломается через неделю после игры The Forest. Вот, после этого мы поломали дерево, и вот сейчас вы увидите момент, когда оно ломается на брёбла. Во-первых, немножечко, по-моему, её мнение взято сразу, но это ничего страшного. В общем, у нас есть довольно стильный инвентарь, не как во всех играх, то есть он вот так вот всё делает. Можно выпить содово, становится энергией. Ну, как бы везде написано качество напитков, ну, то есть энерджи, вот, там будет хилка, потом топоры, камни, тупые палки, левят головы людей. Вот, и есть книга по выживанию, Survival Guide, то есть сейчас можем построить маленький дом, потому что этот дом забаган, то есть он у вас будет строиться в воздухе. Поэтому в этой версии лучше строить такую площадочку, то есть самодельную. Она будет без крыши, но и папуасы эти, и людоеды всё-таки не смогут пролазить к вам в дом. Собственно, немного позже, почему-то это произошло, очень быстро приходят к вам эти хреново голые обезьяны. Ну, это и есть квасы, которые скачут между деревьев и пытаются вас грохнуть, приводя с собой все сейчас ту бабу. Вот такие дела. Вот, как бы, почему-то я приземлился рядом с их логовом, заспаунился здесь, и начинается сразу трагичная музыка. Какие-то столы для расчленения мы видим черепа, шматок чего-то, я не пойму, чего. А, это человек сожжённый без головы. Кстати, наш персонаж настолько суров, что у него нет головы. Обезбашенный парень, но... Ладно, давайте приступим к этим тварям. Вот, то есть они днём к вам подбираются, но очкуют. Близко подходить. В принципе, можно сейчас из этого сделать дом. Быстренько открыть книгу выживаний. И поставить здесь дверь. За которой, я думаю, мы сможем укрываться. Вот сейчас эта тварь бежит к нам и начинает нас бить. Ну и система убийств здесь настолько ещё не доработала, что вас начинают колбасить всей толпой. Просто до невероятной потери сознания можно бегать сейчас, пытаться от них укрыться где-нибудь. Но всё равно в первый раз они вас ловят. И приводят в пещеру, где вы находите примерно 31 своего товарища по полёту. В освежованном или расчленённом виде. Вот. То есть сейчас нужно очень-очень быстро достроить дом. Я думаю, вообще можно сделать его из трёх стен, потому что из четырёх я уже... Трупы в игре настолько суровые, что убивают вас даже после своей смерти разлетающимися во все стороны ёбанными конечностями. Искусственный интеллект, естественно, тоже требует огромнейшего доработок, так как птицы в этой игре просто спавнивающиеся, безблесущие пидоры, которые лезут к вам из ниоткуда буквально. Вот сейчас я рублю их на корабле, и это просто невероятно. Они подлетают к своим трупам, садятся на них, и я их опять убиваю. Так можно продолжаться до бесконечности, но со временем трупы будут исчезать. Заебатые молнии. В игре мы будем находить вот такие тотемы с кусками пассажиров. И вот нам угласит внизу, в левом нижнем углу, о том, что нам нужно отмыться от крови. То есть вот я зашёл в воду, которую под водой невероятно просто прорисованы. А вот были охеренные молнии, в этой игре меня даже не убило. Вот, вот это вода, собственно. The Forest. Вот, на меня нападают ещё папуасы, двоих я уже завалил. Мне нужно свалить ещё парочку деревьев. И тогда у меня будет уже полноценный трёхстенный домик. Вот, собственно, и готово наше убежище до наступления ночи. Оно маленькое, и через окна эти твари вроде бы в последний раз бить не могли. Можно теперь сделать костёр, вернее, нужно, так как персонаж ночью будет постоянно плакать о том, что ему дико плохо без костра, и он сейчас сдохнет от холода просто. Вот. В игре также есть огромное количество жирности. И вот опять идут эти твари. Ну, собственно, вот так. Да, наш игрок может призывать птиц. Так. Ну, давайте убьём барана. Нет, он убегает. Хорошо. Внизу также нам пишется о том, что нам нужно собрать, например, для вот сейчас костра. Ну, иди нахер отсюда. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Ну, и вот наши друзья. Их как аутистов повесили за ноги в очередном порядке некоторых по половинке. Здесь их, по-моему, 31 человек я насчитывал. Внизу показывается, сколько мы их нашли на острове. Но это всё бесполезно. Херня, потому что вас убьют скоро. На путь. Вот. Здесь также можно найти всякий полезный ивент. Похавать. То есть, у вас станет сила найти топор из раста. Так, и где-то здесь ещё будет куча-куча красных шашек светящихся. Вот они спрятаны. В углу пещеры. Здесь будет даже пистолет, который нам сейчас может очень сыграть на руку и пригодится. Давайте выбираться отсюда. В общем, выбираться отсюда трудно, я вам скажу. Если бы, ну, как бы, единственным лёгким вариантом является просто дико быстро бежать. Это как в Dark Souls. Вот, примерно так же. Ну вот, смотрите. Сейчас мы выйдем в большую основную пещеру, где на потолке будут висеть голые твари с фонарями в черепах, которые закреплены у них на спинах. Я не знаю, что курили авторы. Собственно, вон он лисит. Мне пора бежать. Вот играет музыка, когда они приближаются к вам. Сейчас мы можем обернуться. Вон они несутся. Можно их поджигать, они будут умирать, естественно. Что странно для Rust в данной версии. Выбравшись из пещеры, если вы ничего не строили в тот момент, хер вы найдёте свой дом. Да, в принципе, и сейчас я его, скорее всего, не найду. Мы просто выйдем в лес. Заспаунили. Вот ещё наши друзья. Ещё наш друг. То есть можно ещё погулять по пещере, но у меня... Так, там что-то интересное. Давайте всё-таки сходим. Особых желаний нет, конечно. Мне кажется, это замануха, поэтому я туда не пойду. В раз всё такое, я вам скажу. Потому что... Вас приманивают кострами. Различными... Дрёвнами уже готовыми. А на самом деле, это просто ловушки. Вот. Вот мы и выбрались из пещеры, наконец-таки. В абсолютно рандомном месте. Давайте попробуем поискать дом, либо же начнём строить новый. Любив варана, вы можете содрать с него шкуру и забрать пушку. Вот. И сейчас, верным решением, я подумал, что вы не будете ждать дом, чем по улице, по улице, является построить быстренько дом и попробовать в нём заночевать. Ну, то есть пообороняться ночью. Потому что ночевать можно в маленьких избушках в этой версии. И с сейвом вы были причём нету. То есть вы должны заночёвывать, и игра должна сохраняться. Но... Это ничего не работает. Потому что нас вновь нападают. Мне это не нравится, потому что ещё день. И я ещё не готов. Ау. Молодец. И как бы единственным способом их убить является это последнее бордование. Значит, нас поймают и сожжут. Привет, друг. Он ещё жив, можете себе представить. А вот теперь нет. А вот теперь точно нет. Вот я собрал много шкур барана уже, и мы их можем одеть как броню, и тут жёлтая шкала в этом жизнью наполняется. Благодаря чему... Как бы... Нас на секунду меньше могут убить. Вот как сейчас, например. Просто подбежали, как в прошлый раз, и грохнули. И трупом можно прыгать, как бы. Ва-ха-ха. В общем-то, спасибо за просмотр. Вы увидели, что такое The Forest. Надеюсь, хотя бы в бета-версии это будет что-то стоящее. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Чепахат Гор. Пока.